Если вы хотите безусловного уважения на дорогах, статуса и комфорта, роскоши, этот автомобиль сделан специально для вас. Это Mercedes S-класс, 223-й кузов, последний, который стоит у нас на улице Российская, 263, в городе Краснодар, в компании Pro Tuning Auto Trade. Давайте посмотрим, что же это за машина. Автомобиль у нас находится в AMG-пакете, более такой красивый, нарядный внешний вид. По комплектации у нас здесь установлены передние радары, которые скрываются у нас за вот такой вот аккуратной планкой, которая стилизуется под решетку радиатора. И также у нас стоят современные мультибим LED-фары. Это разработка Mercedes, отличный свет, который понимает всю обстановку, которая происходит на дороге. Естественно, имеет в себе автодальний свет, и еще он может разграничивать зону светового потока, чтобы убирать свет от автомобилей, которые едут спереди вас. Очень хорошая система на дальние дороги, ночью в трассе, прям реально помогает, чтобы хорошо видеть дорогу. Если мы переходим с боковой стороны автомобиля, мы видим оригинальные Mercedes-колеса в 21 размере. Диски у нас разноширокие идут. Спереди это 255-я ширина, сзади 285-я. А за ними у нас скрываются тормозные диски с перфорацией. То есть такой немножечко у нас отсылка к спорту идет. Более производительная система, собственно, здесь стоит по тормозам. А бонусом при покупке этой машины станет уже оклеенная передняя часть, прозрачную полиуретановую пленку. Так как машина черная, это такое обязательное условие на этих машинах. Потому что на таком цвете у нас очень сильно видно все повреждения окрашного покрытия, мелкие царапки, сколы и так далее. Поэтому об этом уже позаботились здесь. И вы можете по этому поводу не переживать. Идем далее по боковой части машины. И видим выезжающие ручки. Это одна из таких фишек нового поколения. Раньше такого не было у Mercedes. То есть при подходе к машине они сами выезжают из двери, либо при нажатии кнопки открыть. И при закрытии машины они сами заезжают. Очень интересно сделано в плане дизайна, в плане такой футуристичности, которая есть в этом автомобиле. Далее у нас идет панорамная крыша через, собственно, всю крышу. У нас здесь два стекла. Передняя выезжает максимально назад до перегородки между передним и задним рядом. Очень классная штука для летних поездок, когда хорошее солнце, как сейчас. Можно прям ощутить полное такое погружение от времени года. На боковой части мы видим также обилие хрома, которое есть и спереди, и сзади автомобиля. Это нам еще раз показывает статусность, роскошь этого автомобиля. Здесь эти элементы очень хорошо вписываются в внешний вид автомобиля и абсолютно не мешают ему. Как многие делают антихром, собственно, в черных дне. Здесь, как я думаю, это абсолютно не нужно, потому что Mercedes это у нас статус, это роскошь. Это то, что ему необходимо. И еще одной фишкой этого кузова является подруливающая задняя ось. То есть при совершении каких-либо маневров в труднодоступных местах это очень сильно помогает, потому что машина далеко не маленькая, как видите, она очень длинная. И поэтому задние подруливающие колеса обеспечивают вам ощущение, как будто бы вы едете на каком-то компактном хэтчбеке и можете развернуться почти в любом узком пространстве. Безумно удобно. Перемещаемся на заднюю часть. Что мне нравится здесь, это то, как исполнены фонари. В них есть очень много элементов, особенно верхняя их часть. Есть такие, как пики, которые подсвечиваются, и они еще идут в несколько рядов. Это нам дает такой объем в самой задней фаре, который сразу не увидит, но при ближайшем рассмотрении это сразу становится понятно. Безумно красиво все это выглядит. Собственно, также обилие хрома на задней части, диффузор, который у нас тоже такой с отсылочкой на спорт идет с этими вертикальными перегородками и две выходные насадки. Здесь у нас имеется достаточно вместительный багажник для большого количества вещей. А если вдруг что-то не поместится в багажник, у вас длинный крупногабаритный груз, здесь есть также лючок для лыж, который, собственно, открывается, и спокойно у нас помещаются длинные грузы, лыжи, допустим, или что-либо другое. Сам багажник у нас имеет здесь прикуриватель на правой стенке, и заводская аптечка Mercedes для оказания первой помощи, цветоотражающий жилет и компрессор для подкачки колес. Во-первых, при посадке в салон хочется сказать, что здесь есть доводчики, то есть не нужно хлопать дверь, она сама дотягивается, не зря это премиальный автомобиль, поэтому максимальный комфорт здесь предусмотрен. Сам салон у нас очень хорошо выглядит, потому что огромное количество материалов, это натуральная кожа, алюминиевые вставки, дерево на центральной панели, все очень хорошо гармонирует с друг с другом по цветам, поэтому салон вас точно не оставит равнодушным. В этом поколении кардинально все переработано, в плане и внешнего дизайна машины, и внутренней эргономики его, и дизайна, поэтому у нас здесь имеется обновленный руль Mercedes, как по мне, это самый удачный вариант по дизайну, который, в принципе, был вообще во всей линейке Mercedes. Огромная центральная консоль, у нас во главе стоит мультимедийное устройство, в котором есть все настройки и автомобиля, и климат-контроль также у нас здесь настраивается, в общем, все управляется с головного устройства. Еще одним бонусом при покупке этой машины станет то, что у нас оклеена не только передняя часть, но и весь салон. Все глянцевые элементы, а их тут далеко немало, они оклеены в прозрачный полиуретан, и это очень важно, потому что при разработке этой машины дизайнеры, инженеры очень много элементов завязали на сенсорные кнопки, то есть вы постоянно тактильно прикасаетесь к этим глянцевым элементам, из-за чего они могут царапаться быстро, поэтому об этом здесь тоже позаботились, и, собственно, все это заклеили в полиуретановую пленку для ее защиты. Еще одной фишкой этой модели, как я и говорил про сенсорное управление, стало то, что у нас теперь настройка сидений имеет такую по стилистике уже узнаваемую, все эти иконки мерседесовские, но они теперь не двигаются, а управляются также сенсором, то есть сама кнопка стоит статично, а вы как бы слегка тянете за нее, и у вас регулируется сиденье. И еще на дверной карте у нас нету ручки, за которую мы тянем, когда закрываем дверь. Поначалу это кажется странным, непонятно за что тянуть, многие тянут за эту ручку, но очень круто, очень классно сделано то, что у нас за боковым подлокотником дверной карты есть выемка, за которую вы собственно тянете, и дверь можно с удобством закрыть. В плане дизайна очень хорошо это продумано, очень удобно, и по стилистике ничего не выбивается друг от друга. Теперь пойдем назад, посмотрим, что у нас там имеется. На заднем ряду у нас очень комфортно, как видите, передо мной, я думаю, может еще один человек поместиться, потому что огромное количество места, даже вот за самим собой я сидел, то есть я не маленького роста, спокойно там настроился спереди, чтобы мне было удобно, не тесно, сзади еще огромное количество места у нас остается. Подлокотник также имеется с отсеком под ваши аксессуары, под любую мелочь. Два Type-C на центральной консоли для зарядки ваших девайсов, и самое главное, это та самая панорамная крыша, которая у нас уходит до заднего ряда, очень атмосферно перемещаться на этой машине. Еще что хочется заметить, что у нас стоит музыка Burmister, то есть отличное качество звучания вашей музыки, которая вас точно не оставит равнодушным. И еще один элемент по стилистике, который хочется отметить в этой машине, это парящие элементы, которые у нас присутствуют на дверных картах, это около ручки, собственно такой элемент на самом подлокотнике, сверху даже, где управление панорамой и освещением в салоне. И еще плюс, то что это все подсвечивается, то есть оно действительно ночью как будто бы прям парит над дверной картой, над потолком и так далее. Под капотом у нас стоит дизельная рядная шестерка объемом 3 литра и мощностью 285 лошадиных сил. Этот автомобиль с пробегом 27 тысяч километров, с одним хозяином и 2022 года выпуска вы можете посмотреть в нашем автосалоне по адресу город Краснодар, улица Российская, 263. Так что скорее звоните нам, приезжайте, чтобы посмотреть эту машину и она, я думаю, вам точно понравится. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!